Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу поделиться своим опытом, как уберечься от клещей, от укусов клещей. Это лично мой опыт. Во-первых, штаны, когда ходишь по лесу, лучше заправлять носки. Клещи, они ползут снизу вверх. И так меньше шансов, что они заползут у вас в штанины. Я люблю использовать светлые штаны, это не пижонство. На них легче видно самих клещей. Да и клещи, вообще кровососущие насекомые, больше предпочитают темные цвета. Поэтому к светлым штанам они меньше липнут. Вот они, клещики, которые могут быть энцефалитными. Самка с красной попкой, вон еще одна. Дальше в футболку заправляем тоже штаны, чтобы клещи, когда они снизу вверх ползут, чтобы они не заползали под одежду. И, конечно же, я использую штормок. Достаточно плотные шлага. В принципе, ее тоже хорошо там, где клещей много, заправлять штаны. Что такое много клещей? По мне много клещей. Это вот при море, когда я работала, там идешь по тайге, и каждые полтора, максимум два часа мы осматривались. То есть, вот шли вот так вот. Ну, еще, конечно, на голову надо надевать какой-то головной убор, чтобы на голову клещи не попадали. И плотный капюшон. Ну, так ходить там, где очень много клещей. По нашим лесам, среднерусским, так не обязательно. Ну, головной убор хорошо, конечно, иметь. А, в принципе, по нашим лесам я тоже вот так хожу. Просто много клещей. Это когда вот на маршруте, через каждые полтора часа снимаешь с себя штук по 20-30 клещей. Мы их складывали в баночки жестяные и сжигали. Ну, сразу всех, чтобы не по одному сжигать. Под березами много клещей. Вот, сразу на меня так нападали. Когда костер горит, не проблема снять и выкинуть. То есть, лучшая профилактика – это периодический осмотр себя. Ну, осмотр сверху. И там, где клещей много, надо раздеваться и смотреть у себя везде на теле. В принципе, клещ, он не сразу впивается. И если ощущать свое тело, ну, стараться прислушиваться, чувствовать, то почувствуешь, как он ползет. И его просто снимать. Опять же, если клещ только укусит, его очень легко вытащить. Вы можете тоже этот укус почувствовать. А дальше он уже выделяет вещества, которые… Ну, вы перестаете чувствовать укус первое время. А когда он уже разбухнет, клещ, там вы уже почувствуете. И уже его будет трудно вынимать. Так что надо чувствовать, вот как только он укусит. Ну, или когда ползет. И просто его снимать. Как только он укусил, его легко вытащить просто пальцами. Ну, ногтями. Так что вот, осмотр периодический, чувствование своего тела. И, конечно же, вот такая защитная одежда. Никаких репеллентов я не использую. Ну, опять же, у нас в среднем классе. И прививки против энцефалита я не делаю. Когда я ездила на Дальний Восток в энцефалитные районы, туда делала прививку. Опять же, если меня каждый год, меня, как правило, 2-3 клеща кусают в Подмосковье. Ну, в среднерусской полосе. И я считаю, что это некоторая прививка. Потому что клещ, ну, он переносит же не только энцефалит, а всякую другую дрянь тоже. И если периодически немножко тебя кусают клещи каждый год, то в организме какой-то иммунитет развивается. В принципе, весной я люблю спать просто под открытым небом, под открытым тентом. И бывает, что клещи, они ползут на теплое, они приползают к спальнику. Я прям чувствую, как они падают на лице, их снимаю. Ночевки под тентом, они чреваты только тем, что вот клещи, они же на теплое ползут. Но, надо сказать, меня еще ни один не укусил. Я их всех вовремя снимаю, просто надо осматриваться. Вот в этом походе, ну, я ходила где-то неделю, сплавлялась по реке Ярославской области. И сняла с себя, ну, порядка сорока клещей за весь маршрут. Так, дружище, иди на костер. Ну, может быть, чуть больше. В принципе, здесь два вида клещей. Один, ну, так называемый, энцефалитный, так это таежный клещ. Это характерная самка с красным брюшком, с красной попкой. И самцы черные помельче. А есть еще клещи, они покрупнее, чем вот этот энцефалитный, так называемый энцефалитный клещ. Они встречаются, как правило, на траве, на заросших вырубках. Ну, на траве такой. Пока шла по полю с сухой травой, поймала на себя штук 10 клещей. Но это не таежный клещ, или как его иногда называют энцефалитный. Это пастбищный клещ, но они тоже могут быть переносчиками энцефалита. Они легко стряхиваются, в отличие от клеща таежного. Он вот так вот в лесу, с берез падает, в подстилке лесной, в хвое, в хвое елок бывает. Вот в таком лесу, здесь вот опавшая листва осин, вот здесь вот у меня всего один клещ был. Не так много. Вот так. Да, хочу добавить. Сняла-то я с себя порядка 40 клещей, но укусил-то меня всего один. Я его тут же вытащила, так что ничего страшного. Небольшое покраснение на месте укуса, и все. Я думаю, что страшного не будет. Пользуйтесь. Продолжение следует...